Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Вместе анализируем послание Токаева к народу. По сути, это обращение Назарбаева, зачитанное его марионеткой. Репрессии усиливаются. Мирных граждан судят по уголовным статьям за невинные слова, а многодетным отцам фабрикуют обвинения в экстремизме. Беларусь может стать первым примером успешной телеграм-революции. У Казахстана есть потенциал быть следующим. 1 сентября Токаев выступил с ежегодным посланием к народу. Это его второе послание на посту президента. Но по сути, это очередное обращение Назарбаева, произнесенное устами транзитного пассажира на посту президента. Продолжая курс преемственности своего елбасы, Токаев лжет о грандиозных планах, обещает экономический бум. Речь традиционно наполнена противоречиями, манипуляциями и несбыточными надеждами. Рассмотрим подробнее в сюжете. Но послание это не обещание и не конкретные планы действия, всего лишь предложения, большая часть которых практически никогда не притворится в жизнь. Президент не сказал ни слова о том, что было сделано в рамках предыдущего послания. Видимо, ничего. Это удобный способ отвлечь внимание от невыполненных обещаний в прошлом. Акординские блогеры расхваливают создание новых ведомств и выборы в аулах. Но их реализацию мы увидим позже. Сейчас мы рассмотрим очевидную ложь и противоречие в словах мебели. Дом на земле – это не только жилье. Он может стать экономическим подспорьем для граждан с низкими доходами, особенно для многодетных семей. В момент, когда Токаев зачитывает эти слова, многодетные отцы сидят под арестом, ожидая приговора по сфабрикованным уголовным обвинениям. Многодетные семьи Асхата Жексибаева и Кайрата Клышева как никогда нуждаются в поддержке государства. Но в ответ режим забирает у них все и сажает в тюрьму. Ведь дети – это будущее нашего государства. Работу Акимов будем оценивать по этому критерию. Дети из социально уязвимых семей должны быть обеспечены компьютерной техникой и качественным интернетом. Пока Токаев рассказывает о защите права на образование детей и даже о правах человека, мы видим противоположную картину. Права граждан повсеместно нарушаются, дети остаются без родителей. Слышащее государство Токаева глухо к рыданиям детей, которых оно лишило средств для осуществования телефонов и компьютеров из-за гражданской позиции их родителей. Во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели. Мы тоже заявили о переходе на такую модель. Но пока работа привела к фрагментарным результатам. Президент Токаев рассказывает о необходимости защищать права человека и реформировать систему правоохранительных органов. А полицейские тем временем преследуют активистов. Реальность токаевской защиты прав человека такова, что 170 человек политически преследуют за участие в поминках убитого активиста Дулата Агадила. В авторитарной стране, где власть сконцентрирована в руках престарелого диктатора, невозможен новый экономический курс, о котором говорит Токаев. Монополия в политике порождает монополию в экономике. Во все это надо вкладывать деньги, которые Назарбаев считает своей собственностью. И уважаемые друзья, наши граждане очень сильно устали от этого режима. 30 лет шал, но султан Назарбаев правит страной. Он ее, нашу страну ограбил. И несмотря ни на какой кризис, ни коронавирус, ничего его не останавливает, он сам, его родственники, его приближенные продолжают также разорять нашу страну. Реальные меры, которые смогут улучшить состояние экономики и всего населения, были озвучены активистами по всему Казахстану и штабам ДВК. Власти необходимо выплатить по 100 тысяч тенге каждому гражданину, включая младенцев, за все месяцы карантина. Так каждая семья сможет получить по полмиллиона тенге за месяц карантина и обрести минимальные средства для выживания. Следующий необходимый шаг – списание всех потребительских кредитов, с помощью которых банки Назарбаева держат в финансовом рабстве все население страны. Требуем каждому по 100 тысяч, независимо от возраста. Требую отставку воровского правительства. Пустые слова «мебели» не влияют на ситуацию в стране, а только разжигают протестную силу народа. Граждане требуют реальной политической поддержки. Компромиссы и манипуляции здесь неуместны. Политическая верхушка в Аккорде внимательно следит за новостями из Беларуси. Подъем гражданского общества в этой стране спровоцировал новую волну политических преследований в Казахстане. Под прицелом спецслужб оказались заметные народные лидеры. Вокруг них объединяются люди. За ними следят тысячи гражданских активистов. Консолидация протестного движения представляет угрозу для планов власти. Народные лидеры нуждаются в поддержке. Открыто 19 новых политически мотивированных уголовных дел. Людей преследуют по абсурдным обвинениям для того, чтобы запугать и изолировать их в тюрьмах. Непропорциональная жестокость властей – это ответ на соблюдение обычаев в память об убитом Дулате Агадиле и помощи его семье в постройке дома. Ербол Исхожин является главным организатором постройки дома для семьи Дулата. Постройка дома объединяет граждан, что приводит в ужас власти Казахстана. Но формальным поводом для его преследования стала его фраза «щенки Назарбаева», сказанная в сторону сотрудников полиции. Гражданский активист Айбек Сабитов также принимал участие в Ассаре. Поводом для его преследования стал листок с надписью «Менты щеманушки». Теперь активисты из Астаны Ербол и Айбек получили обвинение в уголовном преступлении за публичное оскорбление власти. Эта фраза стала крылатой и запустила флешмоб в соцсетях. Поднять градус абсурдности этих обвинений может каждый, просто выставив фотографию с этой фразой на своей странице. Законно ли за такое судить мирного человека? Массовые репрессии власти проводят против активистов из Алматы. Знаменитый барабанщик протеста и отец четверых детей Кайрат Клышев отбыл все 8 суток административного ареста за участие в шествии в Талабкере. Сразу после выхода из спецприемника Кайрата выкрали и заключили на два месяца уже под уголовный арест. Активисты! Неактивисты! Активисты! Неактивисты! Гражданский активист и отец пятерых детей Асхат Джексибаев во время следствия отбывает два месяца уголовного ареста. Тем временем ведется следствие по организации экстремистской организации. Асхат – один из организаторов АСАРа для семьи Дулата и один из лидеров Кощея Партиясы. Он проделал титаническую работу в борьбе за свободу политических заключенных. С осени прошлого года он более месяца ежедневно проводил одиночные пикеты у монумента независимости в Алматы. Сегодня 26-й день одиночного пикета в поддержку наших политзаключенных против режима, который удерживает их. Пикеты Асхата власти прерывали административными арестами на 10 суток. За месяц пикетов активист провел в общей сложности более 100 дней в спецприемнике. Но пример Асхата вдохновил казахстанцев из разных городов начать свою борьбу за свободу политических узников. Мы гражданские активисты из Казахстана. Обращаемся к евродепутатам. Хотим попросить нас защищать. Все люди равны перед законом. Самый главный вор, убийца, преступник, бандит находится на свободе. Это наш ельбусный. Восьмой день пикета возле памятника нашему великому Батыру Раимбеку. Вместе со сторонниками Асхат организовал движение Коще Партиясы, которое стало глотком свежего воздуха для гражданских активистов. Звучащий с улиц голос мирных граждан стал пугающим сигналом для властей. Мирное движение приравняли к экстремистской организации, связали с ДВК и запретили на всей территории Казахстана. Когда власти запретили партию улиц, Асхат вместе со сторонниками продолжили собираться на главных площадях городов, чтобы петь, танцевать и веселиться. Позитивная акция бесполитических требований стала новым витком мирных протестов. Полиция не нашла оснований, чтобы задерживать людей за хорошее настроение. В условиях коронакризиса политические требования отошли на второй план. Общество остро нуждалось в экономической поддержке и взаимопомощи. Асхат с друзьями стали поддерживать семьи, пострадавшие от политических преследований властей. Их закрыли на два месяца только за то, что фактически они участвовали в Ассаре, по сути дела реализовывали свое право, право совершать тельные национальные обряды. И в этой связи комитет национальной безопасности в лице ее председателя Карима Масимова подвергает преследование и аресту наших граждан. Поминальное шествие в селе Талабкер и Ассар в помощь семье Агадила объединили более тысячи казахстанцев. Власти испугались, что построив общими силами новый дом для большой семьи, граждане также смогут объединиться и построить новый Казахстан. Панические атаки режима достигли крайней точки. Теперь Асхату и его ближайшим сторонникам угрожает уголовная статья. Большой семье Жексибаева в последний год приходится тяжело. Жесткое давление со стороны спецслужб лишило семью средств для жизни. Их счета арестованы, а техника конфискована для следствия. Они забрали два телефона, этот компьютерный блок, системный блок, процессор, да, получается, он новый, все забрали, все расшмонали, получается, что искали, я вообще понятия не имею. В семье с Хатой Шары несколько школьников начали новый учебный год без кормильцев в семье и под беспрерывным прессингом правоохранительных органов. Где справедливость? Почему мы должны сидеть без нашего кормильца? Почему давление идет на Жексибаева Асхата, на активистов? Я прошу вас ответить на мои вопросы. Почему всегда его закрывают незаконным путем? Незаконные следствия закрывают его уже на два месяца хотят закрыть. Я прошу вас, отвлекнитесь. Люди, почему вы спите? Почему вы не защищаете наших активистов, наших людей, свои права? Почему вы не защищаете? Почему вы молчите? Школьникам нужны элементарные канцелярские товары и ноутбук для дистанционного обучения. Пока у Асхата нет возможности обеспечивать своих детей, помочь многодетной семье может каждый. Отправляйте свои пожертвования на карту жены Асхата. Любая сумма станет весомой помощью для их семьи. Асхат и его сторонники, многодетные отцы, особенно сильно страдают от давления режима. Это люди с активной гражданской позицией, отстаивающие свои конституционные права. Они искренне борются за светлое будущее своих детей. Не думайте, раз политика, раз вам сегодня политика неинтересна, не думайте, что она за вами не придет. Разворачивается новая волна преследований многодетных семей. Повторяются события прошлого года, когда власти преследовали многодетных матерей. Тогда жертвами сфабрикованных дел стали участницы мирных протестов. Оксана Шевчук, Жазира Демеуава и Гульзипа Джоукерова. Боскандар! 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 Дело матерей стало примером того, как единые требования общества заставляют режим ослабить хватку и пятиться назад. Призываем присоединиться к требованиям ДВК, прекратить политические преследования и освободить всех политических заключенных. Субтитры создавал DimaTorzok Присылайте нам видеоакции, митингов и незаконных действий властей. Отправляйте ваши материалы боту в Телеграм или на номер WhatsApp. Диктаторы потенциально устаревают вместе со своими инструментами контроля власти. Информационная монополия традиционных масс-медиа больше не обеспечивает железный занавес вокруг событий в стране. Действенным инструментом демократических преобразований становятся отдельные островки относительной независимости в интернете. Технологии защищенных мессенджеров дают гражданскому обществу возможность говорить и быть услышанными без цензуры диктаторов. Блокировки интернета в Казахстане и Беларуси стали возможны благодаря тому, что государство полностью контролирует компании провайдеров. Казахтелеком и Белтелеком – это две схожие государственные компании, которые монополизировали рынок телекоммуникационных услуг в странах. Силовые структуры оказывают жесткое давление, в первую очередь, на независимые СМИ. Спецслужбы препятствуют работе корреспондентов на митингах. Полиция незаконно задерживает аккредитованных журналистов. В случае с работниками иностранных медиа, если их не удается подкупить, то журналистов лишают лицензии и высылают из страны. Свободу журналистов! Блокировки интернета в Беларуси стимулировали популярность альтернативных платформ, вроде мессенджера Телеграм. Во время блокировок связи каналы в Телеграм, вроде нехты, стали единственным доступным источником оперативных новостей. В условиях информационной изоляции Телеграм стал единственной рабочей платформой для получения оперативной информации. А затем из новостного канала превратился в координационный штаб протестующих. Конечно, люди просили нас не оставаться в стороне, люди просили нас публиковать планы какие-то, куда им выходить, что делать, потому что в условиях информационного вакуума просто была какая-то разрозненность и недопонимание, и мы вот эту вот пустоту заполняли. Создатель мессенджера Павел Дуров поддержал стремление белорусов к свободе слова и активировал антиблокировочный инструмент, чтобы правительство не могло помешать его работе. После начала протестов число подписчиков Телеграм-канала Нехта Лайф превысило 2 миллиона. Это рекордные показатели аудитории для русскоязычного сегмента Телеграм. Официальные Телеграм-каналы белорусских СМИ также расширили свою аудиторию на несколько сотен тысяч подписчиков, в то время как их сайты и остальные страницы в соцсетях были недоступны, люди массово подписывались на их каналы в Телеграм. Характер блокировок в Беларуси во многом напоминает ситуацию в Казахстане во время президентских выборов в прошлом году. Масштабным блокировкам предшествовали точечные вечерние перебои с доступом к соцсетям во время прямых эфиров оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Регулярные перебои со связью организовывались властями во время выхода в политика в прямой эфир. Так вот, власть, отключив интернет, просто помогает нам четче выразить наши требования, показать реальную нелегитимность этих выборов. В итоге сработал обратный эффект. Попытки ограничения возбудили еще больше интерес к прямым эфирам и стали самой настоящей рекламой. Перебои со связью напоминали зрителям, что Мухтар Аблязов вещает в прямом эфире. Чиновники Казахстана, ответственные за информационную политику, попросту игнорировали регулярные блокировки в течение одного года. Так они только подтвердили свою причастность к ограничениям связи, волнующим всю страну. Самым масштабным сообществом в казахстанском сегменте Телеграм является чат оппозиционного движения «Активист ДВК». Через эту платформу ведется координация протестных процессов в стране. Его аудитория в разное время насчитывала более 100 тысяч пользователей. Неумелые попытки изолировать интернет, как в Китае, в странах СНГ заканчиваются грубой блокировкой и запретом любого независимого источника связи в интернете. То, что диктаторы не могут контролировать, они предпочитают уничтожить. Но это становится причиной расцвета новых, уникальных платформ. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи!